Где-то близко к гладиаторам идет, где рабы выходили на арену и сражались за жизнь. На соревнованиях сегодняшних никто не сражается за жизнь, а наоборот старается все-таки как-то оставить друг друга живыми. Поэтому победа любой ценой это такая штука, знаете, опасная, когда говорит об этом. А когда говорит об этом учитель, направляя своего ученика, особенно я хочу сказать, если это касается ребенка. Потому что, знаете, как бы ребенок это ответственность, а учитель он ответственен, потому что ему какой-то родитель доверил ребенка. И тут ответственность вообще вырастает там в арифметической прогрессии, понимаете. Пока ребенок, поэтому нужна ответственность у тренера. И я не могу себе позволить так сказать, иди и победа любой ценой. Это будет безответственно, на мой взгляд, и безнравственно. Спасибо. Вот скажите такое про правильность. Вот вы в какие-то годы кимоно одеваете, вам это зачем? Вот вы занимаетесь для себя, для чего? Вот сколько вы уже лет говорите, да? Сколько занимаетесь? Для чего вам нужно какие-то годы? Ну вот смотрите, хотя я уже много лет не участвую в никаких соревнованиях, сам лично, да, уже давно. Вот, но я продолжаю, во-первых, почему я постоянно одеваю кимоно и выхожу в зал? Даже если у меня нет кимоно, но я могу все равно практиковать дзюдо. Потому что я нахожу какие-то новые движения, улучшаю те движения, которые уже я знал, для того, чтобы с новым пониманием, ну с возрастом мы все становимся немножечко, да, умнее, мудрее, ну по крайней мере так вот наш организм заложен. И я пытаюсь это все потом передать своим ученикам. Допустим, тот же ковырок обычный вперед я практически делаю каждый день. Но каждый день я стараюсь его делать более осознанно, чтобы потом какие-то нюансы заметить и уже дать это ученику, молодому там мальчику или девочке, или взрослому, который ко мне приходит и никогда не занимался дзюдо. Или, допустим, уже занимается, но я ему какой-то нюанс дам, скажу, ты знаешь, а вот оказывается вот это упражнение можно делать еще вот так. Но если я не попробую это делать, соответственно, как я могу об этом сказать? Поэтому я хожу, это первое. Второе, это, конечно, для меня гимнастика. Как знаете, утром мы все делаем гимнастику, да, ну я все сказал так, это, конечно, увеличил, может быть, но это как гимнастика, это поддержание тела в максимально рабочем режиме. Как автомобиль мы разогреваем, там, я вот использую дзюдо как технологию гимнастики для себя, поэтому я занимаюсь. Я выработал определенные упражнения, которые я изучаю, новые, старые, и это все дает мне хорошее настроение, улучшает качество моей жизни, дает мне радость, дает мне какой-то медитативный эффект, да, если где-то у меня плохое настроение, я как-то медитирую через эти упражнения. Ну вот, поэтому я и одеваю все время кимоно. Кимоно для меня это тоже как некая такая ритуальность. Вы практикуете тренировки спортсменов? Да, такое практикуется я не только у себя, в московской школе практикую, я и в Болгарии, и в Израиле практикую такие занятия, и на самом деле такие занятия очень интересные, позитивные, хороши, то есть с разных сторон. Занятия с родителями, это не моя ноу-хау, на самом деле это мне давно-давно мой хороший знакомый подсказал, я был у него на мероприятиях из клуба Каскад Сергия в Посад-Город, Юра Крещук. А я, ну как могу сказать так, что я в принципе все время ходил со своими детьми в мой зал, в мой клуб дзюдо, я, мои дети, вот у меня трое детей, там жена, это все-таки была семья, то есть мой клуб начинался вот такой с семьи, да, а потом постепенно я, конечно, стал предлагать и другим родителям, а родители видят, что ходит моя семья, и они как потихоньку стали тоже вовлекаться, все-таки какой-то пример тоже должен быть, поэтому я старался это делать, но хотя не всегда получается так, как хотелось, то есть не все родители могут, кто-то может быть стесняется, кто-то может быть просто не понимает для чего это, но это очень хороший мотивационный, вот мы говорили про мотивацию, мотивационный позыв, потому что если ребенок занимается и родитель приходит и пробует это делать с ребенком, то это очень мотивирует ребенка, ребенок видит, что он не один, что не только ему его заставляют или там ему говорят, а также он видит, что родитель заинтересован, он сам занимается. И наоборот, если родитель занимается, он приводит ребенка и говорит, посмотри, я занимаюсь, давай вместе со мной. Я хочу вам сказать, что в мои юношеские годы на мои занятия вместе со мной приходил мой отец, хотя он у меня военный моряк, но он находил время от службы, когда там заканчивал службу, он порой прибегал ко мне на тренировки, одевал сам кимоно и вместе со мной занимался. И это тогда тоже было семейное дзюдо, но это было давно, в 80-х годах. Значит, он занимался дзюдо? Он занимался в свое время самбо, потом, когда я начал дзюдо заниматься, немножечко стал дзюдо приходить, а сейчас он дзюдо любит, потому что я люблю, а вообще он активный человек в плане физическом, он много катается на велосипеде, плавает. Ну и иногда, кстати, в 2018 и в 2015 году он принимал участие во всемирных дзюдо-играх среди ветеранов и показывал какие-то свои приемы. Хотя он редко выходит на татами сейчас, но все равно он что-то делал. Я предложил родителям много поучаствовать. Да, это очень интересно. Роман Юрьевич, скажите, если тренер практикует соревнования, допустим, даже маленьких спортсменов, там, пределы 10 лет, практикует их, пожелать на соревнованиях и по станку, и по дзюдо, как вы считаете, это полезно для какого-то, наверное, понятия, развития техники в дзюдо? Или вот некоторые говорят, что это не вредит у дзюдо занятия, сам будет вредит дзюдо или наоборот? Как вы считаете, можем этим заниматься и тем? Ну, во-первых, надо, во-первых, понять, готов ли сам ребенок к такой активной, двигательной деятельности. Потому что все-таки соревнования, как я говорю, это, с одной стороны, это игра, но с другой стороны, это достаточно тяжелая психологическая нагрузка. Не только для ребенка, для взрослого это достаточно тяжелая психологическая нагрузка. Поэтому я хочу сказать, что посылать, такое вот слово, вы сказали, тренер посылает учеников бороться и там, и там. Я бы сказал так, что нам сначала понять, хочет ли сам ребенок бороться и там, и там, понимаете, и готов ли он. Потом надо понять, какой возраст у ребенка. Там, 10 лет посылать, бороться и там, и там. Ну, на мой взгляд, это очень достаточно опасно. Слышно меня? Вдруг блок раз у вас слышно. А сейчас? Слышно блок раз у вас. Ну, вот опять что-то прерывается, какая-то связь небольшая. Да. Остальным слышно, слышно вас хорошо, давайте продолжим, извиняюсь. Хорошо. Давайте продолжим. Поэтому я хочу сказать, что... Пожалуйста, продолжай. Да, я хочу сказать, что надо понимать, в каком возрасте это предлагается. Понимаете? Нужно понимать физиологический возраст. Есть определенные этапы физиологические. Они прописаны, там есть такое направление гигиены детей и подростков, где четко прописаны определенные физиологические этапы взросления ребенка, вообще человека. И если, наверное, на мой взгляд так, нельзя форсировать или перепрыгивать этапы, надо все делать поступательно. И придет время, когда, может быть, сам ребенок скажет, я хочу попробовать и здесь, попробовать и здесь, тогда, я думаю, никакого вреда это не будет наносить. А если ребенка все время как бы толкают на это, заставляют, то я думаю, что это только принесет вред. Особенно, если он не готов. Насильно никто не толкает, но все-таки присутствие, как бы, не было, где и родители, и клиенты. Как, возможно, попробовать, если так будет, нам поучаствовать? Я, я... Есть такое. Александр, я хочу еще вот маленькую ремарку добавить, что я вот иногда, знаете, как ко мне приходят и говорят родители, а почему у вас не участвуют в соревнованиях или когда мы будем участвовать в соревнованиях и так далее. Я задаю вопрос родителям, вы участвовали в соревнованиях когда-нибудь под дзюдо или под другим видом спорта? Если я слышу, что да, участвовали, я тогда задаю вопрос, в каком возрасте и так далее. Начинаю, хочу понять, когда родитель нигде не участвовал и пытается пихнуть ребенка в какие-то соревновательные деятельности, не понимая, к чему она ведет, а дзюдо все-таки это единоборство, самбо это единоборство, где есть сопротивление двух противоборствующих сторон, да, где мальчик один хочет побороть мальчика другого. Поэтому здесь очень такая тонкая линия, и надо понимать, и надо культуру соревновательную тоже прививать и родителям, и детям, и тренерам, чтобы каждый понимал, как я говорил уже, ответственность. Потому что порой бывает, мы ребенка отправляем на соревнования, а это принесет ему только вред, а не пользу. Понятно, Армариевич. Григорий Маратович, вам дать вопрос. Да, Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Некоторые специалисты ДИТУ говорят, что соревновательные нужно детям для того, чтобы научиться справляться со своими переживаниями, эмоциями, потому что соревновательные люди хорошо моделируют эту ситуацию. Как вы думаете, способен ли ребенок через соревнования научиться справляться, или же этот стресс отрицательности не сказывается на нем? Да. И где-то по пульсу соревнований. Значит, хочу вам сказать так, что, во-первых, соревнования соревнованиям розет. Есть, можно разные соревнования провести. Соревнования можно проводить и у себя в клубе. Соревнования можно проводить и в виде каких-то игр с какими-то ограничениями. Во-первых, надо понимать, какой возраст. Есть определенные... Ну, когда я учился в Институте физкультуры в Москве, у нас был, вот я еще раз говорю, был предмет такой гигиены, да, был, где нам там четко говорили, что есть определенные этапы взросления организма человека. Нельзя, как мы все знаем, нельзя пятилетнего или пятилетнего посадить на мотоцикл. Понимаете, опасно. Но некоторые сажают, но это все может быть чревато сложностями. Да, значит, сейчас я еще, как бы финальная моя реплика будет. Все зависит от возраста. Ребенок какого возраста, если ребенку 5 лет или 7 лет или 10 лет и так далее. Я вам скажу так, что есть предписание, черным по белому написано, первый этап подготовительный в дзюдо, самбо и так далее, первый подготовительный этап начинается с 11-12 лет. Это первый подготовительный этап. Только после первого года обучения, то есть это если он в 11-12 пришел, только в 13 лет можно первые соревновательные действия. В 13 лет. Сегодня мы видим, что многие отправляют детей на соревнования, достаточно уже большие, то есть как большие, где там много детей, где эмоциональная обстановка очень, да, такая тревожная, психологическая и так далее. И дети приезжают там 8-летние, и взвешивание проходит в 7 утра, борьба начинается в 5 часов вечера, шум, гам. Это, конечно, только способствует тому, что ребенок выдыхается эмоционально. Но если ребенок подготовленный, он пришел к вам в 11 лет, в 11 лет уже более-менее сформирована немножечко психика, да, где-то организм. Он у вас тренируется 1-2 года, к 13 годам он уже сформирован. Вы уже у себя в клубе провели какие-то мероприятия, вы поездили на дни борьбы в разные клубы, где он там поборолся, тут поборолся. У него уже психоустойчивость другая. И тогда можно пробовать его выпускать, ну, как бы предлагать ему более сложные варианты реализации своих там идей соревновательных. И так постепенно двигаться. Ребенок, знаете, я еще так говорю, ребенок не может родиться сразу в пиджаке и в галстуке. Проходит процесс, да, там, женщина беременна, потом она рожает, там, а беременна она 9 месяцев. Если рождение происходит через 5 месяцев, значит, это как бы не совсем хорошо. Так же и в дзюдо, все так же. И в других-других видах, наверное, спорта. Если сразу дать ребенку очень много, то он просто-напросто, как говорится, с такая поговорка из непривычки может и выточнить. Понятно, ну, я думаю, многие разделяют эту точку зрения. Мне тоже, как по маленьким, 8 лет длится, но не большой возраста немножко ситуация меняется. Когда отсознанно относишься к спорту, понимаешь, что спорта нечего должна. Да, скажу вам так сказать, есть разные опять виды спорта, да, есть, можно играть в футбол, это одно. Можно, там, теннис, бадминтон, там, волейбол, это одно. Но когда ты выходишь на татами или выходишь на ринг, да, и тебе 8 лет или 9 лет, и ты получаешь какой-то удар эмоциональный, то это может принести и так. Когда ты едешь на велосипеде или плаваешь, здесь более все-таки мягкая такая идет. Другое направление, понимаете, деятельности. Вот, поэтому, если посмотреть, допустим, многие мои учителя, которые меня тренировали, они приходили в дзюдо в 14, в 15, в 18 лет. Ну, там, в самбо, в дзюдо, понимаете, уже морально подготовленные, они были физически готовы, морально, психологически. Ну, то есть, у них было все уже развито, и они понимали, для чего они идут, и они могли, ну, более-менее контролировать себя. А ребенок, он верит родителям и верит тренеру. Это доверие тоже надо, как бы, ценить, когда ребенок доверяет. И если мы будем этим доверием немножечко пренебрегать, я думаю, что это не совсем хорошо скажется в дальнейшем на состояние ребенка, когда он вырастет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Спасибо, Анатолий. Анатолий, как я понимаю, учитывая Ваши занятия в практике, вы не традиционные? Ну, я бы не сказал, что оно традиционное. Оно просто обычное. Оно обычное, но я не тренирую детей с целью участвовать в соревнованиях. А я тренирую детей для того, чтобы они были, знаете, как миссия, моя миссия, это научить владеть ребенка своим телом через упражнения дзюдо. Развить в нем интеллектуальные способности через упражнения дзюдо. Развить в нем нравственные качества через упражнения дзюдо. Поэтому, когда я ставлю такую задачу, такие цели, ну, то ребенок может заниматься всю жизнь. А когда, если я ставлю цель соревнований, у него, может быть, отпадет сам интерес занятий, потому что одни соревнования там неудачные, другие. Хотя есть примеры и другие, понимаете. Но если мы хотим так, чтобы дзюдо было популярно и распространилось максимально во всем мире, то и для всех возрастов, то, я думаю, надо все-таки не делать акцент, что мы занимаемся с целью участвовать в соревнованиях. Надо делать акцент более широкий. Понятно. Спасибо, Роман. Ну и такой вот вопрос еще к вам. Вы, отдавшие лучшие свои годы, обратитесь ко всем. Ко всем людям. Ко всем людям нашей земли. Ко всем спортсменам. Почему нужно заниматься этим? Расскажите. На самом деле все просто. Вот я буквально вчера там встречался с одним, ну точнее с некоторыми людьми, и у меня в зале висит кодекс дзюдоиста. Вот он у меня вот здесь на стене, и там написано. Дружба, уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль, храбрость, вежливость. И если весь акцент занятий и идею занятий дзюдо именно приталкивать или как бы присоединять к этому кодексу, то тогда все будет вот как раз для этого, понимаете? То есть заниматься для того, чтобы дружить со всеми, заниматься дзюдо для того, чтобы уважать других, и чтобы тебя уважали, заниматься дзюдо для того, чтобы искренним быть, и чтобы к тебе искренне относились, заниматься дзюдо для того, чтобы быть честным, и чтобы к тебе честно относились, заниматься дзюдо для того, чтобы быть скромным, и чтобы к тебе относились так же скромно, Заниматься дзюдо для того, чтобы контролировать себя И чтобы другие люди контролировали себя Заниматься дзюдо для того, чтобы быть храбрым И чтобы другие люди становились храбрыми И заниматься дзюдо для того, чтобы быть вежливым И чтобы к тебе вежливо тоже относились Поэтому приходите на дзюдо Изучайте кодекс дзюдо в первую очередь И исходя из этого двигайтесь дальше Я сейчас вас удивлю, если я скажу, что я приеду к вам 30 июня. Большое спасибо вам, Раварюк. Спасибо большое. Александр, вам спасибо, всем всего доброго. Не последний раз встречаемся, но скажу так, если мы немножко прояснили ситуацию, вопрос, а все-таки что такое джидо, для кого оно главное в жизни, как люди немножко поняли. Значит, мы не напрасно сегодня провели такую конференцию. Спасибо, спасибо. Александр, спасибо вам, всего доброго всем, кто нас смотрел. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.